День на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире. Будем говорить о том, что центральная часть одесских пляжей практически полностью занята зонами платных услуг. Пообщаемся с депутатом Одесского городского совета Олег Звягин на студии. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, вы на пляж ходите? Да, конечно. На какой? Если в Одессе, то хожу рядом с кафе Санторини, есть там свободный пляж от лежаков, и чаще всего семья хожу именно туда. А так вообще стараюсь выходить. Вы, простите, отдыхаете на подстилке? Да, да, да. Я люблю так отдыхать, на песке именно. Люблю куда-то тепленький песок и без всяких пластмассовых или деревянных топчанов. Или вообще люблю выезжать за город. Грибовка, Заток. Ну, как и, собственно, все одесситы. Ну, наверно, да. Наверно, да. Но, на самом деле, я так посчитал, что даже дешевле выехать сейчас в Грибовку, чем просто припарковать машину где-то возле побережья или воспользоваться еще платными услугами. Дешевле туда обратно съездить и еще покупаться. Не буду спорить, поддерживаю. Да. Но при этом вы не можете не замечать, что происходит на пляжной зоне. И вот действительно у нас наши коллеги сделали, полетали дроном над пляжами, посмотрели в процентном соотношении вот эти 30 процентов, которые должны оставаться вне зоны платных услуг. Ну, в общем, и 30 там уже давно нет. Как-то депутаты городского совета начнут на это, наконец, реагировать? Дело в том, что есть вообще у нас такое управление в городском совете, управление инженерной защиты. Именно они должны заниматься контролем того, как на побережье расставляются топчаны, они сдают в аренду непосредственно, они подписывают договора об аренде. И в том числе они обязаны туда выезжать и контролируют эти 70-35 метров от воды для того, чтобы был свободный проход. Ну и вообще у нас есть коммунальное предприятие побережья, которое... Ну и паспорта тоже вот выдает управление. Да, и паспорта в том числе, да, конечно. Давайте посмотрим информационный сюжет о том, что происходит с пляжами в целом по итогам аппаратного и последний скандал, связанный с пляжами одесскими. Посмотрим и вернемся к обсуждению. Зубастая охрана. Очередной конфликт в Аркадии показал, чьи в Одессе пляжи. Охрана ночного клуба Итака сбросила с шезлонга одесситку, которая отдыхала на побережье вместе с супругом. Как написал в соцсетях муж пострадавшей, конфликт произошел в ночь на субботу на муниципальном пляже, расположенном рядом с заведением. По словам мужчины, чтобы не сидеть на холодном песке, они с женой присели на пластиковый топчан, который находился на свободной от аренды территории. К отдыхающим подошел работник клуба. Он сообщил, что ночью пляж не работает и потребовал вернуть инвентарь. Завязалась дискуссия, в ходе которой на представителя Итаки не подействовали аргументы о том, что на муниципальном пляже не может быть ничего частного. Проиграв интеллектуальные баталии, работник клуба удалился. Через несколько минут к отдыхающим подошли четверо охранников заведения. Без долгих разговоров один из парней восстановил порядок. Он выдернул из-под девушки шезлонг, сбросив ее на песок. От рукоприкладства со стороны заточенных на это крепких парней, оскорбленных одесситов, вероятно, спасла культура речи и поведения в целом. Последствия топчаного инцидента оказались самыми неожиданными. Главным по городским пляжам чиновникам выданы пистолеты с одним патроном. Во время аппаратного совещания мэр предложил уволиться. Директор УКП побережья Одессы Анатолию Половко и начальника управления инженерной защиты и развития побережья Геннадию Мирошниченко. Причем перед тем, как сразить оплошавших чиновников на повал, Геннадий Труханов сперва выслушал от Мирошниченко неутешительный доклад, что, вероятно, уничтожило последние сомнения мэра относительно кадровых решений. Вправо от ротонды, присаживайтесь, не надо сомневаться. Вправо от ротонды есть коммунальный пляж. Показали бы лестницу, по которой опасно ходить, там деревянную куда-то, тропинку. Не хочу говорить, для кого эта тропинка может только подойти, но не для отдыхающих. А тем более, если мы это говорим о коммунальном пляже, муниципальном пляже. И действительно, как реагировать градоначальнику на новость о том, что спустя почти полтора месяца после старта пляжного сезона половина, 13 из 26 одесских пляжей, не имеют документов, позволяющих принимать отдыхающих. Мэр всему голова, и вряд ли он не знал об этой ситуации до сегодняшнего аппаратного совещания. А вот беспечность или недальновидность ответственных за пляжи чиновников достойна интернет-мемов. Аппаратное совещание. Давайте увольняйтесь, давайте разберемся с пляжем. Как вы считаете, инициатива мэра, вот этот посыл энергетический, он достигнет какой-то точки, какой-то цели? Мне интересно действительно, как будет развиваться дальше событие. Я не могу сказать, напишет ли заявление директор КП и начальник управления. Мы это увидим, я думаю, в скором времени. Но то, что необходимо что-то менять и подходы к тому, как организована работа на данный момент на пляжах, это само собой. И одесситы это все замечают, и у меня тоже неоднократно ко мне обращались люди. Я сам, гуляя по побережью, тоже вижу, что нужно ситуацию как-то менять. И действительно, может быть, у нас просто последние правила, которые, правила по использованию пляжа, были утверждены, если я не ошибаюсь, в 2007-2008 году. Красиво, вы сейчас знаете, так. Да, и вот уже я помню, что в 2015 или в конце даже 2014 года мы уже обсуждали, я тогда входил еще в предыдущем созыве, в комиссию, которая должна была рассматривать новые правила благоустройства пляжей. Вот, давайте поговорим об этом. Ведь пляжи на самом-то деле это не просто место для отдыха и рекреационные богатства, собственно, нашего города, но это и прямая вообще коммерческая недвижимость. Давайте посмотрим правде в глазах. Если что-то сдается в аренду, значит, кто-то это берет в аренду. Значит, кто-то рассчитывает, что он возвращает не только деньги, которые он потратил на аренду, но также деньги на содержание и, соответственно, еще ходит в плюс. Это коммерческая недвижимость. Да, конечно, это коммерческая сторона. Не желая коммерческая недвижимость. Бизнесмены, которые занимаются пляжным бизнесом, они такие же бизнесмены. И я понимаю, что они должны зарабатывать деньги. Если они что-то вкладывают, то они должны зарабатывать деньги. Я ничего не имею против бизнесменов, но я хочу, чтобы это было упорядочено. Давайте мы поговорим о другом. Если у вас, допустим, есть недвижимость, которую вы сдаете в аренду. Есть такая недвижимость? Квартира, я не знаю. Ну, предположим тогда, вы должны сдавать ее в аренду, понимая, что в момент расторжения договора или прекращения его, скажем так, по срокам, вы должны иметь на руках оплату за эту аренду от арендатора. Вы должны получить деньги, которые отложите в амортизационный фонд на поддержание ремонта вашей квартиры в надлежащем состоянии. Вы должны получить прямую прибыль. Вы согласны с этим? Понятно. Конечно. Мы можем расценивать пример с квартирой, с примером по нашим пляжам и берегозащитного укрепления в виде пирсов, например? Думаю, здесь не так просто, потому что это море, потому что мы не знаем, какое будет воздействие моря каждый сезон. Но приблизительно мы можем вычислить. Ну, это очень сложно. И на самом деле сезон в Одессе, к сожалению, очень короткий. Если бы у нас сезон был, допустим, такой, как, ну, была бы у нас климатическая зона такая, как в Турции, Греции, где хотя бы там с конца апреля до конца октября... Можно было бы прогнозировать умение. ...до конца октября. Не, не в этом смысле. Здесь, да, здесь, то есть, там, в Турции, в той же Турции, там, сезон и отели полноценно начинают работать уже вот с первого мая. И заканчивают работать в конце октября. И я не про это говорил сейчас. Нет, я вот говорю, вы поймете почему. У нас же, получается, сезон, ну, из года в год, мы каждый год говорим о том, что туристов становится больше. Вроде бы и да, но все равно погодные условия диктуют нам свои правила. И все равно у нас сезон с середины июня, такой полноценный, до конца августа. Я понимаю, давайте посчитаем деньги, которые мы зарабатываем. И бизнесмен, который вкладывает что-то в свой бизнес, у него есть на отбитие и получение прибыли всего два с половиной месяца. А в Турции, допустим, шесть месяцев. В общем, я говорю про другое. Мы все равно сдаем, мы все равно понимаем. Вы знаете, о какой цифре за год, за семнадцатый, например, речь идет, сколько мы заработали за аренду? Около десяти миллионов. Восемь с половиной. По прогнозу господина Мирошниченко, мы можем получить десять миллионов гривен. Вы знаете статистику, что восемь с половиной миллионов были получены? А сколько денег мы потратили на содержание этой же территории? Восемь миллионов триста тысяч. То есть, двести тысяч гривен мы заработали. Я думаю, больше. Это мы не учитываем капитальные ремонты лестниц, это мы не учитываем капремонты... Это то, что было выделено, а лестница давно уже не ремонтируется. Как это? Каждый год мы выделяем средства по три, по четыре, и ремонтируются. Городской голова сделал замечание о том, что лестницы не ремонтируются, попросил уволиться именно по этой же причине. Куда вы выделяете деньги, я не знаю. Теперь главный вопрос. В прошлом году мы выделяли деньги, на лестнице вы открывали лестницу в Аркадии, насколько я помню. Какие-то моменты, конечно, да. Какие? Не мне. Понятное дело, что не все, но они нам приносят там постепенно. Почему они действительно медленно осваивают? Вы никогда не хотели арендовать квадратный метр, хотя бы один, для ведения бизнеса на побережье города Одессы? Нет, не хотел. Вы можете предположить, сколько стоит арендовать на сезон, на три месяца, с июня по конец августа, собственно, небольшое место, где-то два на два. Ну, четыре квадратных метра. Ну, два на два, мы не будем такое говорить, потому что это не имеющиеся здесь арендовать именно, в смысле, под коммерцию, как в субаренду. Это вы говорите, что в субаренду. У кого-то арендовать. Это у кого-то уже арендовать. А знаете, сколько платит нам арендатор? Меньше. От четырех с половиной до четырнадцати гривен. Четырнадцати гривен, это там единственный есть арендатор, остальные платят в среднем от восьми до девяти с половиной гривен за квадратный метр. Ну, мы с вами понимаем, из-за чего это происходит. Есть экспертная оценка, есть экспертизы, которые дают свои цены. И в том числе я не против, чтобы, допустим... Вы понимаете, что суббогида зарабатывали все вместе? Я не против, чтобы это действительно вышло в рыночные условия. И, допустим, объявлялся конкурс, объявлялся аукцион на занятия предпринимательской деятельностью, допустим, на три или пять лет на вот таком вот, на вот конкретном пляже. И тогда мы, я думаю, сможем увидеть какую-то конкурентную борьбу и уже предложение, по которому бизнесмены будут соревноваться в своей цене. И идти на повышение цены аренды у города. Это было бы абсолютно нормально и сделано. Но есть второй вообще вариант. Вот в некоторых странах вообще отказываются от коммерческой деятельности на пляжах. У них вообще бизнес отделен от прибрежной полосы. Вот, допустим, Испания, Барселона. Все мы видели, наверное, фотографии. Кто-то был. Я, к сожалению, и не был. Но мне рассказывали. Я тоже с удовольствием смотрел фотографии, видео, как там это устроено. То есть там идет набережная, по которой есть свободное передвижение велосипеда, электрический транспорт и набережная без предоставления каких-либо платных услуг. А все, что касается там кафе, гостиниц. Но это не одесский реалий. Очевидно, что у нас здесь не зарабатывает. Ну, я понимаю, к сожалению, когда мы приходим в Аркадию, то мы не видим море с трассы здоровья. Мы уже нигде не видим этого моря, Олег. Смотрите, почему все-таки, каким образом обходят этот процесс предприниматели, не оформляют паспорта. Мы же понимаем, что они не оформили паспорта не в том, что они, вот я не хочу и я не оформляю. Значит, есть какие-то условные подводные течения, благодаря которым они могут спокойно работать весь сезон без паспортов. Ну, паспорта они обязаны в любом случае оформить, так как это есть правило благоустройства. Здесь необходимо, чтобы четко работало управление инженерной защитой. Если оно будет работать правильно и контролировать это, у них есть все полномочия, как заключать договора, так и расторгать договора, так и контролировать, как бизнесмены ведут свою предпринимательскую... Это определенные средства предпринимателей, чтобы вопросы... Ну, как вам опыт подсказывать? Это же не первый день в Одессе. Я не знаю, опыт. Здесь опыт, понимаете, опыт опытом, я не знаю, то есть это сейчас факт, это не значит, что мы должны кого-то обвинить в коррупции. То есть за этим должны следить правоохранительные органы. Из того, что мы точно знаем, паспорта есть далеко не у всех. Мы точно так же задаем вопросы на комиссии. У нас комиссия по бюджету. Мы в конце каждого года вызываем и КП «Побережье», и заслушиваем мифотчеты о том, что было сделано, о том, как вы там убираете территорию, при помощи каких сил, почему на пляжах грязно там или там, сколько необходимо будет средств выделить в следующем году, чтобы этого не было и так далее. И то же самое касается инженерной защиты. В этом случае мы уже говорим о том, куда выделить деньги для того, чтобы у нас действительно благоустроилась территория. Хорошо, что на данный момент сделана вот трасса здоровья. Трасса здоровья отлично выглядит. Рядом есть и пешеходная дорожка. Хорошо. Кто отслеживает все-таки динамику? Вот сколько работало предпринимателей на побережье в прошлом году и сколько в этом? Потому что мы заметили, что их стало значительно больше. Ну и вот средства массовой информации. Это управление торговлей. В общем-то тоже все по управлениям вот так разбросано. Да, конечно, конечно. Потому что именно они согласовывают схемы планировки. У нас где-то есть уже утвержденные схемы размещения малых архитектурных форм, где-то их еще нет, где-то идет только работа, потому что они создавались. Но по-хорошему необходимо, чтобы эти схемы были по всему городу. Возможные кадровые перестановки, о которых говорил мэр города, они как-то повлияют на то, что сейчас происходит? Или это просто информационный этап? И будут ли они вообще? Мы с вами этого не знаем. Это зависит уже от того, наверное, сейчас чиновники будут докладывать мэру отчет о своей деятельности, что-то говорить, объясняться, почему происходит такая или другая, иная ситуация. И я тоже как депутат очень хотел бы узнать эти подробности. Мы это, наверное, уже услышим на комиссии, которая у нас будет, когда мы сможем пригласить их и заслушать за полгода тоже и отчет работы. Будем перераспределять средства и узнавать у них, необходимы ли они им и на что они им необходимы для того, чтобы изменить как-то эту ситуацию. Мне интересно. Я, наверное, обязательно схожу в конце этого сезона и заслушиваю отчет КП «Побережье». И не знаю, дадут мне задать вопросы или нет. Приходите на бюджетную комиссию, у нас всегда дают задавать вопросы. И журналистам, и общественным деятелям у нас абсолютно открытая комиссия. Это только на бюджетной. Я не знаю, только бюджетная, не только бюджетная. У нас точно комиссия абсолютно открыта. Я могу сказать, что у нас всегда заходят и журналисты, и с камерами приходят. Могу ли обратиться к вам сейчас, Олег, как депутату городского совета с просьбой и представителем бюджетной комиссии, с просьбой предоставить справочную информацию, кто и на каких условиях арендует детские пляжи? Без проблем. Я это сделаю через депутатский портал. Вы зайдете на депутатский портал и увидите это в списке обращений. Я сделаю это так, чтобы это было видно для всех граждан. И любой из вас может эту информацию получить. По вашим данным, есть ли монополия? Нет. То есть там очень много предпринимателей действительно работает? Очень много предпринимателей, да. В Одессе вообще очень много предпринимателей. Город бизнеса. И понятное дело, что территория на пляжах тоже. И многих интересует, хотя в действительности я общался с некоторыми предпринимателями, которые вели свою деятельность. Они вот раз в два года практически все меняются. Все надеются, что там гиперприбыль. Но когда после первого сезона все подсчитывают и понимают, что вообще о прибыли вообще очень сложно говорить. Потому что я говорю серьезно, у нас очень-очень маленький туристический сезон в плане пляжного бизнеса. Это вообще очень маленький. Так бросили переключиться куда-то другой бизнес. Так многие и делают. Так многие и делают. Они занимаются два года, позанимались пляжным бизнесом, ушли. И вот так вот постоянно идет изменение. Есть несколько, у которых долгосрочная аренда. Там на 20, на 30, на 40 лет кому-то подавали аренду. Еще там в 2005, в 2006, в 2007 году. Сейчас уже на такие сроки не выдают разрешение. Я думаю, что еще те предприниматели, которые получили, они уже сдают в субаренду свои же пляжи. Потому что самим заниматься этим бизнесом непросто. Ваши предложения DC, которые не хотят лежать на шезлонге, но и на песке места нет. Потому что все этими самыми шезлонгами заставлено. Что делать люди? Рекомендую сюда. Если вдруг вы приходите на пляж, который коммерческий, на котором есть схема размещения. А они все уже такие? Ну, не все. Далеко не все. Я же говорю, что есть на побережье еще пляжи, которых вообще нет коммерции. Но это клочки, это кусочки. Да, небольшие кусочки, но есть. Возле каждого пляжа, перед входом на пляж, должна быть схема размещения топчанов. Где показано, где они должны быть, где они не должны быть. Там есть телефон внизу, управление инженерной защиты. Не стесняйтесь, звоните, говорите, пишите письменно и добивайтесь письменного ответа. Если что, действуйте через депутатов, чтобы депутаты давали свои депутатские обращения. Сотрудникам муниципальной охраны 1535, насколько я помню, номер. Эффективный способ через них? Муниципальная охрана больше должна наблюдать за порядком. Ну, правильно. Ну, вот непорядок. Порядок в плане того, чтобы никто не дрался. Пожалуйста, я хочу лечь здесь по закону. Ко мне подходят люди и угрожают. Я думаю, что да, но я не знаю, как это будет реально. Как это будет реально, можно попробовать. Для того, чтобы отдыхать на пляже, нужно писать через зимой. Я знаю, что муниципальная охрана ежедневно присутствует вдоль трассы здоровья. Они делают объезды пляжей. И они смотрят тоже за... Я не знаю, они общаются с предпринимателями по каким-то возникшим вопросам. Они пообщаются не только с предпринимателями. В общем-то, для этого они и созданы. Мы платим немалые деньги из городского бюджета на их содержание. Поэтому имеем право... Да, сейчас вот на комиссии тоже мы выделили средства. Уже теперь вся трасса здоровья будет с камерами наблюдения. И я надеюсь, что тоже станет еще более безопасна наша приближная зона. Ну, вот уже конец июня. А мы выделили только две недели тому назад средства. Да, вопрос, что вам мешало это сделать, не знаю, в октябре прошлого года или в начале этого года. Ну, это всегда бюджетное планирование. Потому что обычные бюджетные средства осваиваются к концу года. Это всегда так во всех сферах. Потому что есть тендерная процедура. Ну, поздно всегда. Вот такие отличные истории. Мы сейчас освещение поставили. Тендерная процедура никто не отменял. Точно так же будут установлены камеры в школах по общественному бюджету. И это тоже будет где-то к началу учебного года. Может быть, даже в октябре, ноябре где-то так. Снова пришел депутат и много нам пообещал. Спасибо вам за это, Олег. Олег Звягин, депутат Одесского городского совета. Прерываемся на новости. Позже вернемся, продолжим. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова